Это Тупо Стёпы Челлендж. Если вам это не интересно, проматывайте, выключайте, закрывайте. Здравствуйте всем! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня у нас на распаковке и обзоре будет вот такой вот волшебный офигенный пакет из Китая. Ой, стойте, подождите. Я совсем забыл. Здесь очень важные данные находятся на пакете, которые надо обязательно замазать маркером. Ну, наверное, никто так не делал. Я вам показываю один-единственный, как это всё происходит. Откуда появляются вот эти чёрные полоски на пакетике. Так, очень важная информация. Так, надо оставить количество дней. Так, даже вот оно здесь написано. Ну, я их обведу. Я их обведу вот так вот. Напишу, обведу в кружочек, чтобы не забыть, чтобы потом вам вот так показать. Да, действительно, такое количество дней он пришёл. Ну, теперь можно начинать к распаковке. Так вот, приступим. У меня здесь приехал пакетик с сайта Алиэкспресс. Ну, если вы не знаете, вы можете посмотреть, что такое Алиэкспресс, загуглить там Википедию, ещё что-нибудь. Короче, такая офигенная площадка. Вот такой пакетик. Так вот, давайте всё-таки его будем вскрывать. Сейчас я предлагаю сделать обзор, чем мы будем вскрывать этот пакетик. У нас есть скальпель. Вот, смотрите, скальпель. Да, он острый. Острый. Есть маленькие маникюрные ножнички. Тоже острые, хорошо вскрывают. Есть вот такой вот нож. Вот, керамика. Хороший, классный ножик. И также можем открыть кусачками. Ну, такие щипчики для ногтей, знаете. Вот такая штука. Так вот, так как пакет имеет четыре стороны. А, надо показывать вот так, где заштрихованы. Да, точно. Так как он имеет четыре стороны, предлагаю открывать каждую сторону своим прибором. Допустим, вверх мы открыли ножом, одну боковую часть скальпелем, одну ножничкой, представляете, да? Потом мы это дело переворачиваем. Товар высыпался, но не беда. А, и здесь мы можем отрезать вот так кусачками. Прикиньте, как это будет круто. Не переключайтесь. Подождите, всё самое интересное будет не внутри пакета. Будет всё самое интересное происходить прямо сейчас у вас на глазах. Так, так вот, давайте, с чего начнём? Предлагаю сразу открыть ножом. Нет, ножом это, ну, банально. Давайте, нет, всё-таки давайте начнём с кусачек. Вот, действительно. Предлагаю вот эту сторону начать. Берём вот так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Ммм, плохо как-то режут мои кусачки. Наверное, всё-таки очень, очень качественный пакет. Смотрите, я вот сделал уже здесь 6 надрезов. Вот, чтобы вам было видно. Так, как бы тут так показать? Ну-ка, быстренько фокусируйся, камера. Это 6 надрезов, и здесь очень плохо прорезается. Это говорит о том, что качество этого пакета просто на высоте. И любая посылка, которая будет находиться внутри, она будет в целости и сохранности. Ну, по крайней мере, от неё запчасти будут находиться внутри. И они никуда не рассыпятся. Даже если на него сверху что-то упадёт, запчасти будут лежать внутри. Их никто не разворует. Так, давайте продолжим. Это что-то занесло меня не в ту степь. А, вот эту часть мы договорились обрезать кусачками. Илья, распаковка, два упаковка. Как это у тебя так получилось? Очень долго распаковывал. Нет у меня терпения. Давайте сразу начнём с ножничек. Посмотрите, какой это шикарный пакет. Да, я вам больше даже скажу. Он чёрный снаружи и чёрный изнутри. Ну, возможно, это не чёрный. Возможно, это тёмно-серый. Я не эксперт в цветовой палитре. Я не могу рассуждать это. У меня, как сказал Илюха, нет образования профильного. Но всё-таки я постараюсь этот момент уточнить. Если вдруг кому-то это будет интересно, какого всё-таки цвета пакет, я могу этот пакет разыграть среди своих подписчиков. Да, действительно, это очень классный, серьёзный подарок. И если вдруг кто-то захочет себе его получить, пишите мне. Мы проведём розыгрыш. Вы сможете его повесить. Ну, где-нибудь, допустим, вот так. У вас на заднем плане будет на фоне висеть шикарный пакет. Так, следующее. Ну, одну сторону кусачками мы, конечно, запороли. Мы его не вскрыли. Но у нас осталось три стороны. Первую. Вторую сторону мы открыли ножничками. Сейчас у нас на очереди идёт скальпель. Вот такой вот скальпель. А скальпель со сменным лезвием. Да, действительно, со сменным лезвием. Он подходит для любых работ. Не обязательно распаковка. Вы можете просто даже бумажку разрезать, и вы увидите, что он действительно острый. Берём теперь вот так вот скальпелем и начинаем аккуратненько разрезать. Разрезать, чтобы... Ну, я понимаю, что товар находится здесь. Он небольшой, он вот такого размера, и он лежит здесь внутри. Но надо всё равно аккуратненько вдоль шва... Ну, а вдруг товар живой? Ну, допустим, таракан или кто-нибудь ещё, и он залезет сюда, пока вы будете резать. Поэтому, чтобы не повредить, мы проводим аккуратно. Здесь вот этим пальцем, мизинцем, надо всегда отпихивать, не давать товару запрыгнуть наверх. И разрезаем. Скальпель, вот видите, затупился. Рвёт пакет. Или это пакет просто, может, бронированный какой-то, из особого материала. Непонятно. Это надо каким-то экспертам занести. Возможно, они просветят нас в этом. И у нас осталась третья сторона. Да, товар, конечно, можно уже достать. У нас есть вот здесь разрез. Мы можем достать, извлечь товар. Но, послушайте, это же неинтересно, и это банально. Поэтому мы делаем вскрытие пакета дальше. Вторая сторона практически поддалась. Вот у нас уже вот такая сумочка образовалась из этого пакета. Если вдруг вы захотите принять участие в розыгрыше этого пакета, не забудьте написать, какой я придурок, что занимаюсь такой хренью. Но всё-таки мы продолжаем распаковку. И у нас на очереди вот этот замечательный ножик. Смотрите, у него цепочка есть. Да, вот такая вот цепочка. Здесь есть гаечка, болтик, все дела. И мы разрезаем пакет с третьей стороны. Да, друзья, с третьей стороны мы разрезаем этот пакет. Всё, пакет разрезан. И здесь мы видим вот такой вот развернутый вид. Да, мы видим вот такой развернутый вид. А внутри находится вот такая вот упаковочка каких-то таблеток. Что мы можем наблюдать на этой упаковке? Давайте сразу посмотрим, что мы наблюдаем внутри этого пакета. Если мы видели здесь вот такую вот наклейку, чудесную. Да, вот такую вот наклеечку. Вы можете посмотреть внимательно. Нажмите на паузу, почитайте, переведите. Здесь написан какой-то непонятный китайский иероглиф. Здесь имеется штрих-код, по которому можно отследить посылку. Я этого делать не буду. Вы, если хотите, если вам это надо, вы возьмите. Вот сейчас посмотрите ещё раз. Нажмите на паузу. Внесите, вбейте этот штрих-код. И вы отследите, как эта посылка перемещалась. Из какого города в какой город. Я этого делать не буду. Я это уже сделал, но я не скажу. Это, в принципе, достаточно секретной информации, по моей точке зрения. Но я вам скажу, что эта посылка ехала 34 дня. Я живу в Минске. Представляете, она из Китая, в Беларуси, в Минск попала за 34 дня. Это важно. Действительно важно, потому что, если Илья из Брянска закажет эту посылку, он должен знать, сколько эта посылка едет до Минска. Да, потому что мы находимся рядом. Вот я и вот Илья здесь. Так, и мы переходим к нашему товару. Наш товар клубника-оскорбинка белорусского производства. Я сейчас ее потестирую недельки-две и потом допишу это видео, расскажу, как ощущение стоит этот годный товар. негодный товар. Поехали. Так, прошло две недели. Возможно, плюс-минус пару минут. Считал в уме, поэтому достаточно все проблематично. Две недели не спал. Теперь могу вам с уверенностью сказать, что вот этот товар реально годный. Да. А срок годности, конечно, у него уже, возможно, и вышел. Я не верю тому, что написано здесь на упаковке. Но товар офигенный. Да, поверьте моему мнению. Ну, все. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Ожидайте моих следующих распаковок. В следующий раз мы распакуем три пакета. Я надеюсь, очень жестким говном меня не закидаете. Это был всего лишь Стёб, это был челлендж. Если кому-то интересно, подхватывайте эту волну, снимайте тоже свои распаковки или обзоры. Обязательно посмотрим, заценим. Обычно традиционное видео на канале вы увидите буквально через несколько дней. Я с вами прощаюсь. Не надо лайков, комментариев. Всем пока. Пока.